Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour, с вами канал Бляр ТВ. Прежде чем мы продолжим смотреть этот топовый реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. Но на ваших экранах карта Oil Oasis и снова заруба мощнейшая двух топовых игроков мира. Сверху под бирюзовым цветом стартует египтянин Маракар, заглазь секретные войска. И снизу под фиолетовым цветом стартует британец, многократный уже и действующий чемпион мира Экскал. Он сыграет за Китай Пехоту. Карта очень интересная, имеется два сапплайя близки к игрокам и также две вышки, то есть никто не помешает их захватить. Что инфантри очень удобно. Касаемо Телом, ну большие карты это всегда, наверное, на руку гла. Есть какие-то исключения, не спорю. Но все же здесь позиционно, если глашник сможет занять все позиции, которые находятся вот рядом с ресурсами. Да, вот сюда еще норочку дать, здесь норочки все забрать. Как-то правый фланг перезахватить все эти здания. То да, то да. Глашник будет себя чувствовать очень комфортно. Но опять же, в мире General Zero Hour и на высоких уровнях все зависит от скилла. Тут может побеждать любой генерал. Но тем более, когда играет Экскал и Маракар. Такие две мощи с одного клана ООЕ. Сополтрак очень такой здесь негодяйский, который катается вокруг да около. Пытается ворваться к рабочим, но не дают ему это сделать. Также вышки свои забирает из стелс. Пока только одну выходит подрывник. И Сополтрак меняет свой курс. Закрыть его стингером, но, наверное, нет. Потому что уже заранее был построен маршрут, скажем так. Да, и все-таки этот негодяй залетает к рабочим. Остается один живой. А тут уже вылазка от Глашника. Еще и Минку успевает. Посмотрите, инфантри повесить. И выживает Сополтрак. И правда, должны ракетчики, наверное, этот Сополтрак. Кален это отработает. Совершенно верно. Главное, также не терять дозеры. Это очень важно, конечно же, китайцу. Очень наглая справа позиция. Интересно заметил. Айк сказал, ну, должен был заметить. Сейчас так точно. Посту хватает Вижена. Рабочий тут же убегает. Понимает всю опасность. И убегает под ракетчиков. Но там миниганер заранее высаживается. И должен расстреливать этих ребят. Нет. Первая цель рабочий. Сополтраки отстраиваются. Попробует Маракар дать им дамаг. Совершенно верно. Будет ли угла быстрый второй военный завод? Да. Уже через фуфло устанавливает египтянин. И слева, посмотрите, также пошла позиция на коробке. Ресурсов достаточно здесь много. Так причем еще и коробки, которые ближе к Экскалу. Их тоже Маракар занимает. Ну, стоит заметить, что поздно захватывается вторая нефть от Экскала. Я думал, как-то побыстрее он это сделает. Пока он захватывал только одну. Возможно, техничка, конечно, приезжала. Но тут мины. Тут не проехать. Тут очень грамотно отстроенная казарма. Еще и с минами. Никак не помешаешь вообще. Но армию копят. Сейчас китаец. Естественно, есть чем ответить стелсу. Главное забрать дракон, который хочет скрыть домик этот. В перспективу Маракару. Вот свободный уже сап. Вот свободный сап. Еще и слева свободный сап. Ставь не хочу, как говорится. Но здесь, только что я сказал, свободный уже не свободный. Конечно же, Экскалу это дело так просто не отпустит. И полетела опять техничка. Правда, саппалтраки спасаются на минах от бункера. И здесь подрывник. Вскрывается. Пост вместе с техничкой. Да. Ну, готов, по всей видимости, Экскалу ставить уже свой третий сап. Денег у него очень много. Два ресурсных центра плюс нефть. То же самое есть у стелса. А стелс слева занимает позиции. Также устанавливает свой ресурсный центр. И великолепно просто отыграл Маракару. Вскрыл как нефиг нафиг. Эти два поста еще и скрапа собирает. Подрывник, друзья, это был. Так вот, я не заметил техничка ли ворвалась. Но, судя по следам, ворвалась техничка. Великолепно отыграл. Но это гла. Это гла. Это, знаете, можно назвать бойко стайл. Почему бойко стайл? Хотя сейчас многие это делают. Ну, потому что именно бойко, наверное, запал такими мувами. Всем в душу в свое время. Когда это не так часто распространялось. Но вот именно тот сам американец бойко, он уж настолько часто проворачивал такие подобные подрывы. Что вот и назвалось это все бойко стайл. Так. Посты пробивает завод нефтепереработки. Он дает скидку на юниты. Вновь техничка Маракар просто не перестанет заезжать. И опять же подрывник. А вот здесь будут и минки. Опять подрывник. Дозер хотел. Да, один дозер забрал. Вот второй, кстати, было тоненько. У Экскала последний строитель. И пора уже потихоньку задумываться о командном центре. Потому что все опасно. Маракар знает, где дозер. Маракар будет гоняться. Опять полетела новая техничка. Естественно, она не пустая. И выпад слева много квадов. Берет ракетчиков, правда. Но тут есть бункер. Мини гонерши все это дело спалят. И вот как раз таки та самая течь. Да, да, даже не дожидается. Вы поглядите Экскал достройки пропаганды. Он еще жестче, чем многие понимают, что надо строить сразу КЦ. Потому что, ну, обычные игроки. Ладно уж там дострою пропаганду. Потом КЦ. Нет. Экскал очень осторожный. Очень аккуратный. И он тут же выстраивает командный центр. Как остается один дозер. На опыте. Ого. Что так нагло? Саплай сразу же. Серьезно? Без норок? Ну, это Марик, конечно, дает. А здесь на проход три поста на родной базе. И терять сейчас нефть явно будет не самое лучшее для стелса. Квады все еще ведут борьбу здесь. Да, вырубили саплай. Но нет. К вышкам не подходят. Пока Экскал разбивает на базе. Куча просто бежит подрывников. На помощь в этой ситуации. Один пост сумели разбить. Два ракетчика там еще живых остались. Будут пересаживаться в другой пост. Ну, подрывник-то. Ух, как на тоненьком, а. И ракетчики еще выходят. Да, сейчас просто старает один военный завод, второй военный завод. И, казалось бы, пушит Глашник в базу инфантре. Ну, и у самого Глашника на базе есть проблемы. Да, Мараккар на самом деле занял просто уже, наверное, 80% карты. И чем дальше Глашник занимает карту, тем только сложнее пехотнику в дальнейшем продолжать эту борьбу. Но посты живые. Перестраивается второй, точнее, единственный военный завод. Второй был уничтожен. А какие посты, а? Ну, возможно, если бы сейчас не эти ребята, Мараккар просто добавлял бы кучу спама и додавливал. А благодаря тому, что эти посты сейчас продавили, да, их тут скрывают, пошли повышения на вышке. Но вот, опять же, классно, что близко, классно, что вместе, но и в то же время не классно, потому что тут же легко китайцы уничтожают повышениями эту нефть. Добьет, добьет арт-ударом первого уровня. Работает уже Джарман Кэл, есть дворец. Вот, говорил я, да, вот про этот спам. Казалось бы, у Мараккара все хорошо, таковал, мог додавливать, но вот минус два военных завода в какой-то момент и додавить не смог. Спамить было просто не еще, до сих пор все еще. Пост работает, не оставляет в покое игла. Но у Гла много денег, даже уничтожены вышки. Есть просто еще дополнительные саплаи. У китайца пока только вот вышки, помимо сапов. В какое-то время китайца вообще играл в один сап, нет, в два сапа. У китайца три сапа сейчас в целом стало. И отстраивает Экскал уже. Эйрфилд, значит, будет добавлять, я думаю, что Хеликса. Ну, Миги, Миги, потом, возможно, Хеликс. Может быть, наоборот, Хеликс, потом Миги. Но не рентабельно, наверное, раз сейчас играть Хеликсами. Все равно много квадов, Стелл сыграет квадами. Все-таки Миги. Не знаю, у меня почему-то сразу вот при виде филда в голове Хеликс нарисовался. Потом так немножко подумал, покумекал, какой Хеликс, когда, конечно же, Миги сначала должны вылетать. Все-таки там могут быть и батлбасы, так-то одни квады. И Хеликс, ну, действительно, тут... Хеликс очень хорош, когда уже не остается там ресурсов у оппонента, условно, да, и сделать Хеликс, который будет мешать. Но пока ресурсов у Стелл просто куча. Но Экскал попер дальше. Теперь он диктует свои правила, уничтожает Саплай. Но Маракар дает еще норок, чтобы были ракетчики, и дает еще вторичную экономику. Пока мало, всего два черных рынка. Да, слева также позиция зачищается полностью. Свободна теперь база Китая от сил Гла. Но тут Джарман Кэл отрабатывает. Главное этого парня не терять. Отработал один пост. Там же ракетчики сразу заселились в пост. И мини-ганеры есть. Но вот черный рынок потерять будет неприятно. Здесь же и военный завод. Неужели юнитов нету? Вот ракетбаги. Пошел играть. Кстати, злая толпа. Хорошая вещь уже с калашами. Но против них и будут те самые миги. Посмотрите, на левом фланге также наступает пехотинец. Ну, Экскал прям куражит здесь против стелса. Хотя, действительно, там первыми, наверное, минут 7-8. Ну, были кошмарные для инфантре. Хорошо отрабатывают миги. Полностью чистится левый фланг. Маракар, опять же, восстанавливается там справа в центре. И продает сапплай, который не нужен. Кстати, военный завод не стал дальше идти прода... А, понятно. Не осталось яйцемки. Поэтому и не пошел дальше давить от греха подальше. Или пойдет все-таки? Без яйцемок посложнее. Да, ну здесь уже чисто пехота пробивает. Рокет баги. Ага, яйцемку спер. Там Джармин Кэл отработал. Ну вот. Пожалуйста. Маракар все задействует. Все, что ему дано. И Джармин Кэл дорабатывает. Кэш баунти, конечно, глажненько. Четвертый ранг уже есть у китайца. Третий у стелса. Ну и египетская сила. Здесь дает о себе знать. Так просто ее не пробьешь. Правда, работают в миге. В Джармин Кэл пробивают миги. Через контрол, что ли. Вот оно что. Ну там трехлычковый был Коля. Да, такое добро забрать. Очень даже неплохо. Правда, не получается пока полноценно у Экскала занять тот же левый фланг. Дозер практически уничтожает, но не уничтожает пехота его за Дефала. Ну и так есть вышки у китайца. Куда еще отдавать левый фланг, думает Маракар. Да я с ним полностью соглашусь. Опять же не пробить Дозер в бункер стоит. А Дозер за бункером очень грамотно отыгрывает британец. Но как ни крути, топ-1 мира. Действующий чемпион мировой серии. Поэтому Экскал держит, скажем так, круглый год свою шикарную форму. Пока не знаю, не было анонсов, будет ли в этом году экстравагант за весеннее. Потому что два года подряд она была. Тоже крупный достаточно турнир, там с групповыми этапами. Который потом впоследствии делится там на сильвер капы, на голд капы, на бронзо капы. Но вот в этом году не знаю, будет ли. Пока никаких новостей не слышал. Но слышал новости, что анонсируется турнир на 4000 долларов. Турнир будет командный 3 на 3. Так. Пошел за место тут опять левее, под домиками, под норками. Но отрабатывает Джарман помогать. Кэш-баунти бешеный. Это компенсация за уничтоженную нефть. Конечно же, кэш-баунти. Арт-удар пошел. Арт-удар по позициям устал. Здесь уже мучается Экскал. Он спокойно себе добывает. Никто уже не мешает добывать. А ведь могут и на домик. Нет, на норку. Ну, в никуда свалил. На что рассчитывал. Все равно арт-удар первого уровня. В принципе, его, наверное, и не хватило бы что-либо завалить. Значит, есть еще и мины. Ковровка, само собой. Второй филд уже отстраивает. Посмотрите. Инфантри. Так. Ну и баги. Беспокойные баги. Не дают спокойно дозеру жить. Ну, надо убивать дозер, конечно. Для того, чтобы ломать этот бункер. Но там должны и миги подлететь. Помочь. Ковровка на правый фланг отлетает. На черный рынок раз, черный рынок два, по всей видимости. Заметит ли это Маракар? Ать, 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 ать. Ну, вроде бы отменил Марик. Да, есть флуат. Отменил. И один черный рынок назад отстроится. Летают миги. Вылазят квады. Злая толпа. Джармен Кэл. Все по классике. Бункер пробили. Теперь уязвимый сапплай. Но надо как-то менять что-то Экскалу. Потому что он в какой-то момент завладел инициативой. И сейчас уже видно, что глажник нашел, как с этим бороться. Нормально выдерживает такого китайца. Вот мы видим ядерная ракета, между прочим. От Экскала есть флуат. Конечно, нужно себе не отказывать ни в чем. В такой ситуации. Там 10 тысяч запаса денег у Экскала. Это очень много. Хоть несколько ядерок ставь. Что касаемо Маракара. Он пока о супероружии не думает. Он спамит вторички, да побольше. Вышек-то нету, как у оппонента. Откуда качать? Вот так вот вечная экономика. Но повышением будет постоянно забрасывать, понятное дело. Да, есть ядерная шахта. Ставится энергия. Просто плотная борьба идет на левом фланге. И Джарман Кэл опять погибает. Он там лучик набил. Но сжигает его постоянно. Судьба вот такая вот у дяди Колли. Так. И второй военный завод. А вот это уже интересно. Хотелось бы, знаете, увидеть что-то типа, может быть, инферно. Гаубиц, артиллерии. Потому что норок очень много. Глаб приближается, приближается. Миги это классно, но миги сбриваются. А вот если артиллерию хорошо очень охранять. И не давать ее убить. Она же будет просто разжигать все. Дополнительные бараки пошли от Маракара. Он видит всю эту подготовку. Понимает. И сейчас будет, ну прям много злой толпы, как я вижу. Да, баги помогают хорошо. Тут даже яценки не спасают. И вот как раз таки, ну, миги на перезарядке. И выискивает стелс момента. Вот и миги подлетели. Но теряет экскал очень много. Четвертый ранг у обоих игроков. Ну почти пятый уже у инфантрии миги. Миги, миги с разменом. Но работают. Кэш-баунти также отдается. Джарман Кэл новый. Выходит на поле боя. Помогает рокетбаги. Ракетчики также наваливают. Минус одна ЕЦМка. И скат шторм, посмотрите, от игрока из Египта. В ответ на супероружие китайца. Вот это интересно. И действительно пошли гаубицы инферно. Которые, кстати, если три штуки будет, они будут одновременно сжечь. Чтобы будет целое пламя там создавать. Бурю, скажем так, огненную. Ну тут все подряд. И дроп пехоты взял в повышение экскал. И мины есть еще в активе сейчас Эмми Бомба. Потому что Китай уже достиг пятого ранга. И больше, больше злой толпы. Больше норок. Больше пехоты. Против вот таких масс. И как раз таки в ответ пошли эти самые гаубицы. Когда Миги на перезарядке. Есть еще кому напалмить, кому сжигать. Против пехоты Гла. Так, направо ковровочка отлетает. По черному рынку. Полностью он не закрывается. Пока вторички там хватает стелсу. Ну вот и началась работа. Началась работа артиллерии. С поддержкой авиации. Как же тяжело Глашникам здесь воевать. Эмми Бомба. Но Эмми Бомба здесь на пехоту вообще никак не действует. Вы посмотрите, как разумный египтянин спамит. Никаких... Никакой техники вообще не было в момент спуска Эмми Бомбы. Только вот сейчас вылазят рокетбаги. Но их есть чем контрить. Экскал просто пользуется всем, чем можно. И мы с вами уже смотрим какое-то вечное противостояние. Вот в этой центральной части карты. На левом фланге. Причем тут почти уже все. Даже китайцы откопал. Но война именно здесь и продолжается. Джармен Кэл опять подлетает. Ай-яй-яй. Сжигают Колю уже. Который раз. В третий или четвертый. Но пытается на пролом пойти толпа. Там правда гаубицы поджигают. Но вскрыли один пост. Но Маракару еще 1000 экспы до пятого ранга. Слушайте, а там появятся токса бомба. Там появятся скрыты атаки. Скат шторм. Здравствуйте. Еще бы его застелсить. Хотя я думаю эксколб... Ну, маяк поставит. Или запомнил где он находится. Да. Поставил маяк. Супер оружие. На супер оружие. Что ж. Пойдет дальше таранить. Китаец. Справа вообще тишина просто. Вот кто? Сейчас на позициях справа фланга. Просто кайфуют, ребята. А вот слева, да. Слева война какая-то вечная. Ух как. Зажигают эти гаубицы. Инферно. Все еще много злой. Толпы. Но ребята также поджигаются постоянно. Посмотрите как. Ай-яй-яй. Еще и миги воздухом помогают. Надо как-то Маракару тоже менять. Может быть стоит батлбасы сделать. Как-нибудь в тыл зайти. Очень часто, кстати, применяют глажники. Делают батлбасы. И пытаются инферно гаубицам в тыл зайти. Но там тыл, видите, миги охраняют. Не так все просто. Отрабатывает стингер позиция. Джармен Кэлл тут как тут. Кэш баунты набивает только так. Дядя не успевает его. Сжечь. Немножечко ожоги получил. Но уже готов опять к войне. Опять пытаются его сжечь. Не получается. И миги хотели это сделать. И один миг отлетает. Там даже БТР с пехотой. И лотос уже подбегает. Все, все, все. Тут стянуто. Но это дроп зона. Пугаться пока ничему. Экскалу дает дроп зона квады. Все еще нету пятого ранга у Маракара. Так. Вады собирают урожай. Пехоту. Но продвигается. Мы видим вот уже к 20-й минуте игры. Китаец достигает успехов. И слева продвигается туда. Выше, выше, выше. Один барак был уничтожен. Это говорит о том, что у египтянина сейчас проблемы хватает. И меньше их не становится. Хотя долгое время, наверное, войны на левом фланге. Маракар тут сам хорошо себя чувствовал. И в какой-то степени даже продвигался. Добывать уже слева нечего. То есть тут уже непосредственно Экскал все выкопал. Защищать нечего. И просто вперед. Ну да. Туда продавливать дальше и дальше. Через 15 секунд будет запуск ядерной ракеты, между прочим. Ну вот интересно, как будет с ядеркой поступать. Уже понятно. Уже, можно сказать, неинтересно. Потому что уже ясно. Ковровка плюс ядерная ракета по Скатшторму. Совершенно верно. Сюда смотрим. Будет ли вылавливать Маракар? Слушайте, интересно. Потому что ковровка не долетает. Ах, зато просто мигами. Просто в наглую полетел Экскал. Пофигу, сколько потратит мигов. Но мигами в Скатшторм. И он его просто дожигает. Ах, надо собирать этот урожай летучий. Да, 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 да. Маракар все собрал. Куча кэшбаунти, флуат 8к. Но... Еще и пятый ранг подбирает. Сейчас, знаете, Экскал вроде окей. Уничтожил супероружие. Но он дал пятый ранг сопернику. И куча денег. Он же понимает, что это тоже нехорошо. Но, знаете, китайцу на лицо принимать Скатшторм. Это тоже не а-ля Улю. Поэтому, я думаю, что все-таки правильно сделал. Что с нее с такими мерами. Но не получил эту ковровку. И добил всеми своими мигами. И все миги потерял. Левый фланг отпустил. Тут токса бомба упала. Вот оно что. Но теперь проблема у Экскала. Сколько он давил. Сколько поджимал. Выход Маракара. Пятые ранги. Скрытые норки. Ну и справа. Да, китаец. Куда-то забрел-то. Ой, теряет очень много китаец сейчас. Но там Ецемок прям куча. Все перемораживает. И танки, драконы помогают. И Инферно есть гаубица. Маракар строится больше и больше норок. Позиции. Вы посмотрите. До конца будут китайцы задерживать на своей базе. Пытаться. Да, чтобы тот лишь бы не атаковал. Ну а Маракар дает вновь свой скатштор. Надо еще увеличивать на вторичную экономику. У Экскала пошел спам хакеров. Так уже есть и интернет-центр. Причем там хакеры очень жесткие. По 8 баксов несут. 8 штук в интернет-центре. Продается филд. Освобождает полностью здесь под боком земли китайцы. Ну и слева зато уже пошел глашник. Да, такое ощущение, что на ход ноги теперь дает. Просто выдает стелс. Оттерпелся. Отмучился. Но пора идти вперед. На самом деле глашники это любят. Особенно если есть хорошая экономика. Но окей, да. Тут нету вышек. Зато есть много, мы видим, черных рынков. И кэш-баунти. Конечно же кэш-баунти. Который дает ну просто куча всего. Куча. Вы видели там сколько давали за миг? По 240 баксов. Слилось штук, наверное, 10 мигов. Вот вам и флот там 8к и получился. Ну вот готов скат-шторм. Дракон тут неприятно разжигает. Маракар контролит. Правда Экскал не унывает. И по правому планку пошел вперед. Не хочет, не хочет полностью дать глашнику взять на себя всю инициативу. Пробивается, конечно, военный завод. Но справа здесь... Слушайте, а скат-шторм-то сейчас под угрозой. Мне кажется... О, еще и Эми! Да, заморозили военный завод. Ну, слушайте, Экскал дает такой прям жесткий ответный удар. Ага, на пол-ХП побрили интернет-центр. Да, все поджигается. И скат-шторм просто Маракар продает. Ну вот только, казалось бы, все. Маракар перехватывает инициативу. Свои силы посылает вперед. Но тут же не стало Экскал поддаваться панике. И да, там были проблемы. Но пошел пробил, пробурил правый фланг. Тут и скат-шторм отлетел. И черные рынки отлетели. Все, что можно, просто отлетало. И военный завод отлетел. Дворец живой. Ну, с Телсом все тяжелее, тяжелее ситуация становится. Если слева очень долго и упорно он удерживался, то справа, ну, прям как-то, знаете, точечная настолько атака, что понавыбивали все. Ох, еще и ковровочка следом по дворцу. А если чем дворец добивать? Арт-удар вроде бы так и остался первого уровня. Но там пехоты сброс брал. Уничтожается еще дракон. Надо инферно гаубицу сбить, которая мешает двухлучковый джарман вновь. Но джарман очень быстро лучики состригает. Любой джарман. Потому что пехоты много, пехота много уничтожается. Еще и мины падают. Рокетбаги отрабатывают трехлучковый. Дракон очень опасный. Надо его килл давать, конечно же. Ух. Арт-удар. А, уже двойной арт-удар. Но этого не хватает. Этого не хватает, чтобы уничтожить полностью дворец. Опять же работает джарман кел. Ой, Коля. Аккуратно. Выбивается тот самый трехлучковый дракон. И сколько же проблем принес китаец. Вот в этой контратаке. Потому что глажник уже всеми силами тогда пошел вперед. Ставится сапплай. Просто потому что нет сапплая. Чтобы установить хотя бы, не знаю, второй военный завод. Может быть, хочет экскал. Но денег хватает. У него уже по 10к. По 10 долларов, извиняюсь. Несут хакеры. Это очень жирно. И только сейчас заканчивается на 26-й минуте китайская атака. Как долго Маракар это останавливал. Но не потерял технологии. Зато потерял кучу просто вторички. Что остается? Раз рынок. Два рынок. И третий там фальшивый. Скрытая атака слева. Тут же накрывают миги. Китай контрит. У Китая все под контролем. И пошел спам хеликсов. Но вот, кстати, помните, что я говорил про хеликсы? Когда игра уже уходит в глубокий лейт. Когда у соперника уже не такая богатая экономика. Квады спамить сложнее. Тем более, что приходится миксовать с багами. То и китай начинает уже делать хеликсы. А своего соперника, скажем так, отвлекать на эти хеликсы. Но тут еще две нефтяные вышки. Так, причем, стелсу очень тяжело выбивать две нефтяные вышки. Они находятся на холме. То есть, надо обходить. А тут еще и барак с минами. Ну, очень удачное расположение нефти такое для китайца. Ядерка готова к запуску. Давайте посмотрим, куда сейчас полетит. Это чудо. Хеликсов все больше и больше накапливается. Но пока, по всей видимости, никуда. Окей, ждем. Нет, пошел запуск. Пошла ракета. Наверное, во дворец. Да, во дворец. Но дворец полностью отремонтировался. Токса-бомба налево падает китайцу. Хеликсов тут все больше и больше. Уже три хеликса. Ничего себе. И ковровка! Но не до конца выбивает дворец. Стингеров, кстати, хватает. Вот интересно, как скалоп этих стингерах знает, если сейчас налево полетит. Но за счет вышек, за счет хакеров, мне кажется, тут преимущество полное у Китая. Плюс хеликсы, посты. Ну, осталось еще есть юниты. А! Дром пехоты, вы поглядите. Это корм для Джарман Кэла. Корм и кэшбаунти. Так, Коля там состригает только так. И три лучки получил, да. Опять же, по левому флангу пошла атака. Здесь была злая толпа. Один пост забрали. Но подошел справа, поглядите, Маракар. Свои позиции отстраивает. Скоро, возможно, увидим ответ от стелса. Касат не дремлет. Так, и Миги помогает. Джармана сжигать. Конечно же, Джармана сжигать. Отлетел один пост. Сейчас отлетит еще один пост. Остается последний пост. Ну, как-то изи отбивается. Маракар и полетело три Хеликса. А там Стингеры рядом. Там Стингеры. Залетает, залетает в эту ловушку. Экс, Кал. Ну, просто великолепно попытался высадить. Нет. Принимает. Можно похлопать. Прям шикарно. Просто принимает здесь Маракар всю пачку китайскую. И теперь китайцу нужно справляться на своей базе. Да, скрытая атака слева. Но вот. И норочки справа. Что же здесь готовит Маракар? Ну, ничего просто так не бывает. При войне таких ребят в топовых реплеях. Уж казалось бы, ну что тут китайцу? Как не выиграть-то? А вот так, дорогие друзья. Великолепно отбивается и египтянин. И тут же контр-атаки. Есть юнит. И будет брить сейчас пропаганду. Вот хакеров бы палить. Хакеров много. Которые и вне интернет-центра. Опять Хеликс выходит от Экскала. Ой, станция лопается. И минус один хакер. Неужели Эмми бомба? Ай, как красиво. Добавить чем. Добавить чем есть. Так, ну Экскал теперь знает про эти позиции справа. Причем да, друзья. Когда норка в отключке, она все равно функционирует. Вот такой вот интересный момент. Но Маракар такое ощущение, что живет просто на одних кэш-баунти. Опа! Ребеля. Тут уж испугались хакеры. Пост вскрывается. Ковровка следом накрывает. Ну, квады живые. Ага, спалили хакеров. Здравствуйте. Минус два хакера. Ух, ну воздухом отбивается, отбивается. Через контрл пробивается эта норка. Там еще есть норка, кстати. Будет ли Маракар ее палить? Или будет ли чекать сам Экскал эту позицию? Вопрос. Уже полчаса игры прошло. Ну, ничего себе, время летит. А вышки как выкачивали, так и выкачивают. Вечная экономика. То есть китайец просто живет с вечной экономикой. Боже, ну как здесь удобно для Китая расположены все-таки вышки. Это нефть. Так, Хеликс каленый наполучал. Спалилась норка. Подрывники пошли к этим постам. Ну, там Миги есть. Ну, подрывник же, ну, взорвись. Достиг цели-то. Один взорвался. Норка все-таки в утилизацию. И здесь тоже взорвался. Какая же баунти. Для глажника. Хоть и нет у него нефти, но постоянно за убийство получает. Правда, рынков не остается-то толком. Вот один вижу черный рынок. Второй фальшивый у Маракара. И все. Экскал постарался над вторичкой. Ну, скоро еще ядерная ракета. Скрытая атака вновь. Если чем закрыть моментально, вылетают Миги с лучиками. Квады выходят. Моментально не вышло. И, конечно же, посягается на интернет-центр. Тут гла, но понимает, что будет больно. И уходит. Пару или один квад. Нет, пару квадов все-таки отлетели при отходе. Дополнительная электростанция от Экскала. Мало ли что. Но здесь-то станцию убили, которая была. Да, но как же тащит филд. Причем, заметьте, полностью Китай перестроился на воздушные юниты. Но денег хватает. Логично. Еще и мини-ганеры падают. Это, знаете, вот тот самый момент, когда... Как там правильно говорится? Говорится, упал, но ползи, да? Да, дальше до конца в бой. Вот это вот про Маракара. Потому что с такой эко... Вообще, я не знаю, каким образом он еще держит китайцы на своей базе. Атакует его постоянно. Но это Маракар, это египтянин. Приходится даже продавать сеть туннелей. Ну а куда деваться? Денег совсем нет. Вот этот Экскалу просто надежно доиграть. Экскал дальше спамит хакеров. Мне кажется, что Маракар уже начинает затягивать просто время. Хотя есть два черных рынка. Ну, знаете, в мире генералов всякое происходит. Тем более на вот мастер-класс уровнях таких. Отстраивается еще один барак, еще хакеров делать. Да, тут есть хакеры. Будет в конце интересно посмотреть, сколько же Экскал бабла-то залутал. Потому что у Марика там на третьем ранге сразу отлетели вышки. А у Экскала куча хакеров. Но есть, конечно, баунти у Маракара. Ха! Ецемку стыбзил с Ецемкой будут проходить. Ну, кстати, это Хеликсом только боль. Ага, рынок выживает. Сбили. Но ядерная ракета, она уже готова к своему залпу. Да, пошло дело туда, налево. Добивать, наверное, черный рынок. Совершенно верно. Но надо его еще чем-то добивать. Мигом. Ну, одним-то не хватит, это явно. А вот четыре мига. Ну, там опасно. Там же куча столостных нор. И квады, естественно, есть. Ну, рискнет, видать, Экскал. А Маракар как-то и не среагировал. Почему-то Маракар не среагировал. И миги без размена улетают спокойно назад. Хотя должен был египтянин-то здесь какую-то реакцию проявлять. Ставятся еще норки. Дворец пустой, понятно. Четыре ракетчиков во дворец. Четыре Хеликса. Но мы помним, как лихо Хеликса в прошлый раз разобрали. Правда, здесь и юнитов-то у стелса меньше, и стингеров меньше. Блин, в тот самый момент, когда Экскал вот здесь целую пачку просрал, мне почему-то показалось, ну все. Ну все, Экскал, держись. Нет, там, конечно, половинчато было, ну все, Экскал, держись. Но в целом Экскал отбился. И сейчас просто наращивает и наращивает свою мощь. Так, скрыта атака слева. Тут же она накрывается минами, и тут же работает, естественно, миги. Дожидается этого финала Маракар. Нет, не стал дожидаться Хеликсов на свою базу. И сдается египтянин. Хуй, ну просто улетная чумовая битва. В общем, между этими ребятами по-другому никак. Давайте смотреть по экономике. Да, Экскал тут на 50 тысяч больше накопал благодаря хакерам, благодаря черным рынкам. Поэтому это неудивительно, что он победил, в принципе. Но то, что вытворял Маракар, это тоже аплодисментам вполне себе. Для аплодисментов подходит. Ну что ж, друзья, оставляйте свои мнения в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте, Дискорд-канал. Конечно же и про Бляртв.ру сайт, на котором вы можете найти очень много полезной информации. А я с вами не прощаюсь.